Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добрый день! Я так рада приветствовать вас на программе Иисус Целитель. Я бы хотела объяснить, где мы находимся. Мы снимаем передачи задолго до того, как они выходят в эфир в вашем городе, потому что я отправляю заснятые передачи переводчику, и происходит целый процесс, прежде чем они попадают к вам домой или на работу, где бы вы их ни смотрели. Итак, передача, которую вы смотрите, снята несколько месяцев назад, когда в связи с пандемией COVID-19 в штате Калифорния запрещено проведение собраний в помещении. Мы можем собираться на улице, но не в помещении. Я могла бы просто установить камеру в зале церкви и там снимать наши передачи для вас. Но, поразмыслив, я поняла, что предпочла бы более семейную атмосферу. Так что я решила пригласить вас в особенное место. Это наше ранчо в Колорадо. Как вы знаете, наше служение находится в Калифорнии. Но у моего мужа была мечта иметь ранчо в Колорадо. И прямо перед тем, как он ушел домой к Господу, он купил это место. И мы очень благодарны, что можем приезжать сюда и проводить здесь время. Я подумала, что было бы чудесно вместе с нашими зрителями побывать на этом месте. Прямо за мной не наш основной дом здесь на ранчо, а однокомнатный домик, построенный моим сыном. Он построил его для того, чтобы, когда у нас на ранчо останавливаются гости, я могла бы уединяться в этом домике, который вы видите за мной. Я просто решила немного познакомить вас с этим местом. Как я уже сказала, мне захотелось более семейной атмосферы. И мы так рады, что можем обращаться к вам отсюда. Сегодня утром, когда я проснулась, Дух Божий начал говорить со мной. И я хотела бы особенно обратиться к некоторым зрителям. Он начал говорить со мной о том, что кто-то из вас, и это могут быть и несколько человек, столкнулся в жизни с неправильным, ужасным обращением. А вы, если так можно выразиться, человек с очень нежным сердцем, мягким духом. И кто-то в вашей жизни, может быть, много лет назад, а может и сейчас, неправильно обращался с вами, обходился с вами плохо, говорил с вами таким образом, что к вам пришел страх. И вы мучаетесь в своем разуме настолько, что у вас заниженная самооценка, вы напуганы. И Бог хотел, чтобы я сказала вам, что то, как с вами обходились, не отражает его отношение к вам. И он не хочет, чтобы вы смотрели на себя глазами того, кто плохо с вами обращался. Он хочет напомнить вам, что вы во Христе, и вы так драгоценны для Него, так дороги. Он заботится о вас и хочет, чтобы вы знали, что Он относится к вам с любовью. Вы во Христе. Он сказал мне напомнить вам, чтобы вы отложили мысли о том, как кто-то обращался с вами, мысли о том, как кто-то к вам относился, и думали о том, как Он вас любит, и как Он к вам относится, и жили в свободе разума, чтобы не мучиться, не быть подавленными из-за того, как с вами обошлись, из-за нападок и противостояния вам других людей. Бог хочет, чтобы, отложив то, что говорили другие, вы не касались этого в своей умственной жизни, не прокручивали и не вынашивали в своих мыслях то, что говорили другие, но вместо этого питались Словом, напоминали себе Божьи мысли о вас. Работайте над своим самовосприятием через Христа, а не через отношение к вам других людей. Бог хочет, чтобы вы знали, что ничто из того, что вам пришлось пережить от других людей, не отражает Его любовь к вам. Вы можете ощущать подавленность, вам становится страшно из-за того, как с вами обошлись, ведь на самом деле это повлияло на ваши нервы, и теперь обыкновенная жизнь изо дня в день заставляет вас нервничать. И вот когда это происходит, просто переключите свое внимание, обратите свое сердце к Богу и начните поклоняться Ему, начните фокусироваться на Его заботе о вас. И я вам гарантирую, когда вы сосредоточитесь на Нем, прекратив уделять внимание тем словам, которые вам говорили, и тому, как с вами обращались, я вам гарантирую, что то, как с вами обращались, воспоминание об этом постепенно исчезнет. Его кровь омоет и вычистит все это дурное обращение из вашей памяти, когда вы уделите время, чтобы поклоняться Ему. И неважно, когда вы будете смотреть эту передачу. Если это касается вас, вы можете признать это и сказать, «Я признаю, что Бог обращается ко мне через эти слова, и у Бога есть помощь для меня». Бог не хочет, чтобы ваша жизнь проходила в мучениях, чтобы на ней было клеймо чьего-то дурного обращения. Скажу так, перестаньте держать зло на кого-то. Выберите сказать, «Я прощаю, потому что Бог простил меня, я прощаю». И переключите свое внимание на то, как с вами обращается Бог, и как Он относится к вам с любовью. Божье отношение к вам так драгоценно, и Бог хочет, чтобы вы сосредоточились именно на Нем. Когда вы на Нем сфокусируетесь, оно полностью вымоет, вычистит из проигрывателя в вашем уме то дурное отношение, которое вы пережили от других. Повторюсь, Бог хочет, чтобы вы знали, то, как с вами обошлись, не отражает Его любовь и заботу о вас. И я хочу прямо сейчас помолиться за вас. Я хочу, чтобы вы знали, что любовь к Божью можно ощутить осязаемо, вместо того, чтобы осязаемо ощущать страх. Я помолюсь за вас. Отец, я благодарю тебя за твоих драгоценных детей. Враг действует и использует людей. Твое слово говорит нам, что наша брань не против плоти и крови. Мы знаем, что враг влияет на людей, пытаясь причинить ущерб и вред. Поэтому, Отец, мы отпускаем любую враждебность, любое непрощение, горечь, недоброжелательность к тем, кто плохо с нами обошелся. Отец, мы отпускаем все это. Любые слова, которые причинили ущерб и вред, и принесли боль, мы покрываем кровью Иисуса. Мы верим в кровь Иисуса, которая омывает и очищает. Она также очищает наш ум от того, что прокручивается в нем. И мы отказываемся вынашивать и проигрывать эти мысли. И я говорю страху во имя Иисуса. Я говорю подавленности во имя Иисуса. Я говорю депрессии, которая пришла в жизнь людей через чьи-то неправильные слова. И я говорю, оставьте их во имя Иисуса. Оставьте их разум. Уберите свои руки от их жизни во имя Иисуса. И, Отец, я верю Тебе, что Твоя любовь, Твой мир сойдет на них и потечет через них настолько, что невозможно будет отрицать, что Твоя любовь и забота это все, на чем им нужно сосредоточиться. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твою помощь этим драгоценным людям. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за очищающую кровь и за свободу, которая приходит во имя Иисуса. Я вам скажу, Иисус все за вас заплатил. Вы принадлежите Ему и вы так дороги Ему. И дьявол обожает мешать правильному мышлению. Он хочет принести неправильное мышление, например, через то, как люди с вами обращались. Но я хочу, чтобы вы знали, любовь Божья все меняет. Когда-то и в мою жизнь через разные отношения прозвучали слова, которые потом пытались в ней остаться, если можно так выразиться. И чтобы выйти из этого на свободу, Дух Божий повел меня молиться на языках. Позвольте вам сказать, если вы уделите время молитве в Духе, то есть молитве на иных языках, если вы уделите этому время, Дух Святой сумеет, как пылесосом, прийти и убрать душевные травмы, полученные вами, то есть мысли, которые причиняют вам вред, то, что приносит вашему сердцу боль и, по сути, налагает ограничения на вашу жизнь, удерживает вас от продвижения вперед. Когда вы будете молиться на языках, молиться в Духе Святом, Дух Святой, как пылесосом, удалит всю боль, все неправильные, болезненные, плохие воспоминания. Так что покажется, что это произошло не с вами, а с кем-то другим. Он сумеет полностью омыть и очистить вас от воспоминаний и мыслей о злых, болезненных словах, прозвучавших из уст других людей. И я хочу, чтобы вы знали, что, как я сказала в молитве, дьявол действует через плоти кровь, чтобы сдержать и ограничить вашу жизнь, причинить вам вред и ущерб. И нам следует осознавать, что люди находятся под влиянием врага, а настоящий враг – дьявол. Потому отпустите этих людей. Просто скажите, «Отец, я отпускаю их». Это ваш выбор. Не ждите, пока вы почувствуете желание простить, желание отпустить. Это ваш выбор, ваше решение. Вы только представьте, насколько Бог заинтересован в вашей целостности, что Он даже показал мне это сегодня под утро во сне. И я хочу, чтобы вы знали, Его забота о вас настолько бесконечна, что здесь, в США, в Колорадо, Он проговорил мне о вас, в какой бы стране и городе вы ни находились. Я хочу, чтобы вы знали, что Его помощь близка к вам. Просто примите ее, потому что Бог хочет, чтобы вы жили в полной свободе. И как я говорила, уделяйте время молитве в Духе Святом, потому что когда вы говорите на иных языках, вы не используете свой разум. Вы говорите слова, которые вам дает Дух Божий. И когда вы будете говорить Его слова, Его слова повлияют на каждую сферу в вашей жизни. Возможно, кто-то из вас скажет, «Пастор Нэнси, я не знаю, о чем вы говорите. Что такое молитва на иных языках или молитва в Духе?» Это то, о чем рассказывается во второй главе Деяний. После распятия, погребения и воскресения Иисуса из мертвых, 120 учеников собрались вместе по указанию Иисуса. Они собрались в горнице. И Дух Святой сошел на землю, чтобы жить жить в людях, жить в верующих, жить в церкви. В Деяниях 1,8 Иисус сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И Он сказал ученикам пойти в Иерусалим и ожидать там Святого Духа. И тот день настал, в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на землю, чтобы сделать ее своим жилищем, чтобы сделать тело Христа местом своего обитания. Нам больше не нужно идти в Иерусалим и ждать, Он уже пришел. Поэтому прямо там, где вы находитесь, если вы рожденное свыше Божье дитя, вы можете принять Святого Духа. Обратите внимание, Иисус был дан как подарок всей земле. Каждый может принять дар Иисуса. Но у Иисуса есть еще один подарок, который дарован только Его детям, и это дар Святого Духа. Когда вы родились свыше, Дух Святой вошел в вас, Он обитает в вас, поскольку вы дитя Божьим, потому что именно Он принес и дал вам новую жизнь, природу Бога, вложил жизнь Божью, вечную жизнь в ваш Дух. В 8 главе Римлянам сказано, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. При рождении свыше Дух Святой вошел в вас, и Он обитает в вас, и Он свидетельствует. Вы знаете в Своем Духе, «Я принадлежу Богу, Я Дитя Божье». Это знание пришло благодаря тому, что Дух Святой живет в вас. Итак, в каждом рожденном свыше человеке обитает Дух Святой. Но Иисус говорил еще об одном опыте с Духом Святым. Это исполнение Духом Святым. При рождении свыше вы получаете Его обитание в вас, но вы можете получить исполнение Духом Святым. И именно об этом Иисус говорил Своим ученикам. Смотрите, они уже принадлежали Богу, но Он сказал им пойти в горницу и ожидать, потому что у Него было для них что-то еще. И в день Пятидесятницы Дух Святой пришел не просто, чтобы обитать в них, но и чтобы наполнить их. И если вы прочитаете в своей Библии вторую главу Деяний, вы увидите, что это было за переживание. Дух Святой явился в виде огненных языков на их головах, и они начали говорить на иных языках. Они не изучали языки. Дух Святой давал им что говорить. Эти языки не пришли через их знания, они не пришли через образование или понимание. Это Божья речь. Бог дал нам способ общаться с Ним один на один через говорение на иных языках. Я призываю вас прочитать вторую главу Деяний, потому что там об этом говорится. Точно так же, как вы родились свыше верой, приняли спасение верой, вы поверили в послание, что Иисус умер за ваши грехи, и вы приняли это верой, так и дар Святого Духа Иисус дает всем своим детям. Это не для тех, кто в мире. Знаете, если вы дитя Божье и молитесь о том, чтобы принять Святого Духа, вы не получите неправильного Духа. Вы получите дар Святого Духа. Вы получите Святого Духа. Этот дар не принадлежит тем, кто не рожден свыше. Этот дар Иисус даровал только своим детям. Чтобы получить этот дар, вам этот дар. Вы приняли спасение верой, приняли новое рождение верой, так и Духа Святого мы принимаем верой. Возможно, вы посещаете церковь, где говорят на иных языках, а может быть и нет. Это не важно. Вы можете принять Святого Духа прямо там, где вы находитесь. Будь вы в гостиной или в спальне, где бы вы не смотрели эту передачу, вы можете принять Духа примите его точно так же, как вы приняли спасение. Отец, я верю, что у Тебя есть еще один подарок для меня, и я принимаю этот дар. И принимая этот дар, я ожидаю подтверждения того, что я его принял. Подтверждением будет то, что я буду говорить на иных языках, как Дух даст мне провещевать. Достаточно такой простой молитвы. Просто сказать, Отец, я принимаю дар Святого Духа. И когда вы это сделаете с верой, что у него есть этот дар для вас, Дух Святой сойдет, и слова начнут бурлить изнутри вас. Когда я служу людям, я объясняю, что делать при наполнении Духом Святым. Как я уже сказала, когда вы наполнены Святым Духом, есть подтверждение. Подтверждение в том, что вы начнете говорить на иных языках. И так часто люди ждут, чтобы им на ум пришли слова, и они могли их произнести. Слова, которые дает Дух Святой, не приходят в разум, они поднимаются из вашего Духа. И вам просто нужно говорить своим языком, вам нужно открыть свои уста. Бог не заставит вас говорить. Говорить будете вы. Просто подключите свой язык к своему Духу. Что я имею в виду? Сдайтесь, отдайте свой язык к своему Духу, и изнутри вас начнут бурлить слова. И иногда люди даже говорят, что кажется, будто у них язык стал тяжелее. Что это? Это Дух Святой поднимается, и слова приходят, и Он хочет, чтобы вы их произнесли. Говорите эти слова. Дух Святой дает вам слова, но вам нужно говорить те слова, что Он дает. Итак, принимая Духа Святого, не ждите, чтобы слова пришли в ваш ум. Они не придут в ваш ум, они будут как бы булькая подниматься наверх, и вы просто начните произносить их. Я хочу помолиться за наполнение тех из вас, кто никогда не исполнялся Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Вам нужен этот дар, вам нужно это наполнение. Позвольте вам сказать, в каждом человеке есть жажда сверхъестественного, есть желание чего-то великого, желание сверхъестественного, потому что нас сотворил сверхъестественный Бог, и в каждом человеке есть жажда Бога, жажда сверхъестественного, но иногда ради того, чтобы утолить эту жажду, Люди обращаются к ложным религиям или чем-то еще пытаются восполнить эту жажду, но исполнение Святым Духом настолько заполнит вас, что вы войдете в сверхъестественную жизнь. Когда вы наполнены Духом Святым и говорите на иных языках, вы молитесь на сверхъестественном языке, потому что вы не подбираете слова естественным образом. Вы входите в сверхъестественную молитвенную жизнь, приходящую из сверхъестественного источника, от Духа Святого. И так вы войдете в сверхъестественный образ жизни. Вы сможете общаться со своим Отцом на совершенно новом уровне. Знаете, когда мы молимся и разговариваем с Богом, мы можем выразить Ему любовь и признательность на своем родном языке, но иногда нам не хватает слов, чтобы полностью выразить то, что у нас на сердце. И возникает что-то вроде внутренней неудовлетворенности, потому что вам хочется выразить Богу то, что у вас на сердце, больше, чем вам позволяет ваш родной язык. И тут вам поможет одно из преимуществ говорения на иных языках. Ваш Дух будет доволен, потому что вы сможете своим Духом через этот незнакомый язык, через говорение на иных языках выразить то, что у вас на сердце. Вы начнете говорить Отцу, и ваше сердце будет довольна. Ваш Дух будет доволен, потому что вы будете говорить слова из Духа, а не просто из своего разума. Поэтому я призываю вас, когда вы креститесь с Духом Святым, говорите на языках каждый день, потому что это введет вас в сверхъестественную молитвенную жизнь и в сверхъестественный образ жизни. Именно поэтому я решила уделить эти несколько минут теме говорения на языках, тому, как исполнится Духом Святым, а также важности говорения на языках, потому что в том сне, который Бог дал мне сегодня под утро насчет некоторых из вас, Он показал, что говорение на языках может помочь вам выйти на свободу из мучений и терзаний и последствий плохого обращения с вами. Потому что, уделив время говорению на иных языках, вы будете разговаривать с Богом. Слово говорит, что кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Когда вы говорите на языках, вы даже не говорите самим себе. Вы не обращаетесь к своей семье. Вы не разговариваете с каким-то библейским героем, скажем, с Моисеем или Енохом, или с кем-то еще, о ком мы читаем в Библии. Вы говорите напрямую самому Богу. И не говорите мне, что разговор с самим Богом никак на вас не повлияет. Влияние будет огромным на ваш ум, на ваш дух и на вашу жизнь, когда вы будете проводить время в разговорах с Богом на божественном языке, на языке, данном вам Святым Духом. Всякий раз, когда нужно с чем-то в жизни разобраться, вы можете воспользоваться божественной помощью. Проводите время, говоря на языках. Я знаю, что есть люди, которые прошли через болезненные ситуации, через развод, через самые разные проблемы с родственниками. И у них есть боль, которую они несут по жизни практически как багаж. И они приносят это во все последующие взаимоотношения. И это начинает окрашивать все отношения и мешать им. Но я вам скажу, если вы уделите время, чтобы говорить на иных языках, это удалит всю боль. Уделите время, чтобы говорить Богу. Потому что, когда вы говорите на незнакомом языке, вы говорите напрямую Богу. Уделите время, чтобы говорить Богу, и Его присутствие, Его сила, Его исцеление, Его природа поднимется внутри вас. И то, что могло причинить вам вред и ранить вас, будет удалено из вашей жизни. Так что, если вы прошли через болезненную ситуацию, болезненный развод, болезненные отношения, уделите дополнительное время каждый день, чтобы молиться в духе, чтобы говорить на иных языках. Если с вами плохо обращались, у кого-то было очень трудное детство, это не должно определять и окрашивать вашу жизнь. Ничто из этого не должно вас определять. Вас определяет то, кто вы во Христе. То, кем Он вас сотворил, теперь должно определять вашу жизнь. Поэтому уделяйте время молитве на иных языках. И вы увидите, как боль и трудности прошлых отношений, слова, сказанные вам, будут полностью удалены из вашей жизни. И теперь я хочу помолиться за тех, кто хочет креститься Духом Святым. Если вы рождены свыше, молитесь со мной этой молитвой. Скажите, «Отец, я так благодарен, что я принадлежу тебе. У тебя есть еще один подарок для меня, как для Дитя Божьего». И я принимаю этот подарок – дар Святого Духа. И есть подтверждение того, что я принимаю этот дар. Это подтверждение в том, что я буду говорить на иных языках. Я принимаю дар Святого Духа верой. Я не получу неправильного духа. Я принимаю Духа Святого. Принятие Духа Святого совершенно безопасно для меня. Дух Святой, я принимаю тебя прямо сейчас. И теперь, поскольку ты наполняешь меня, не только обитаешь во мне, поскольку теперь ты наполняешь меня, я благодарю тебя, что ты даешь мне иные языки, слова на Божьем языке. И я говорю эти слова своими устами прямо сейчас. И я поклоняюсь тебе, Отец, на иных языках. Я поклоняюсь тебе на незнакомом языке. Я благодарю тебя, Отец, что прямо там, где они находятся, они сейчас получают исполнение Духом Святым. Дух Святой, мы так благодарны за тебя, что ты тот драгоценный дар, который подарили нам небеса. Мы так благодарны, что у нас есть ты до конца нашей жизни, каждый день, что мы можем сдаваться тебе и говорить на иных языках, говорить на Божьем языке с нашим Небесным Отцом. Мы благодарим тебя за это. Аллилуйя. Я так благодарна, что вы были со мной сегодня. Для меня благословение быть с вами. Живите в свободе. Живите как те, кем Бог сотворил вас во Христе. Проводите время в молитвенных языках каждый день. Разговаривайте со своим Небесным Отцом и живите сверхъестественной жизнью, которую Он вам предназначил. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok